И сейчас у вас появится вполне резонный вопрос, но стоило ли оно того, тратить полмиллиона на покупку всего лишь одного здания? Так давайте проверим, мне нужно только нажать ЛКМ, поехали! Ну что я тут могу добавить? Как же похорошела GTA Vice City, при том и Версете, согласны? Да, неплохо. Здравствуйте, дамы и господа, это снова ваша любимая GTA Vice City с модификацией VHS Edition. Как вы помните, в прошлой серии я сдержал одно из двух обещаний, я вызвал НЛО, если вы не смотрели предыдущую серию, то подсказка вверху справа на экране, она вся ваша, просто трогайте ее где хотите и зажимайте так же где угодно. В этой серии я сдержу перед вами еще одно обещание, а именно куплю самую дорогую недвижимость в этой модификации, это офис Rockstar за полмиллиона долларов, он находится рядом с клубом байкеров на второй части острова, поэтому да, в принципе это все, с интрухой мы покончили на сегодня. Ну и я думаю, это будет предфинальная серия, потому что в этот раз действительно я показал вам весь контент, который только возможен в сборке VHS, и почему-то у меня тут не заспавнился Sparrow, это очень странно. О, это мне, зато появился в этой подворотне, так что друзья, просто заранее поблагодарю вас за пальцы вверх, как я обычно делаю, не забывайте их ставить и подписывайтесь на канал, если вот впервые видеоролики выходят ежедневно. До 600 тысяч осталось совсем немного, ну и буквально одна серия из этой модификации будет покончена. Итак, первый вопрос, который вы мне зададите, хрена ли ты делаешь? Это называется вертолетные курсы Sparrow, если вы не знали их, в iCity всего три штуки. За прохождение этих курсов выдается еще одна награда VHS, вы просите меня собирать большинство наград, которые здесь выдается, поэтому придется это дело проходить. Я вот вам признаюсь честно, не очень-то я это дело люблю. И также существует еще одна проблема, у меня уже Sparrow дымится, а меня постоянно просят пролетать рядом со светофорами и всякими столбами, что усложняет задачу раз так в десять. Последняя контрольная точка и первый курс наконец закончен. Также, помимо этих вопросов, у людей появляется другой. А какого хрена у тебя миссии гораздо проще? Ну, я раньше отвечал, но я отвечу в принципе сейчас. Народ, у меня один из самых первых релизов модификации VHS, я ее скачал плюс-минус там через неделю после выхода. А скорее всего вы катаете на более поздней версии. Почему я не могу ее поставить? Потому что сейвы невозможно перенести и для этого придется перепроходить игру заново. Но я начитался, сколько трудностей у вас возникло из-за финальной релизной версии. Это походит уже не на VHS Edition, а на Toughened Mod, как я снимал когда-то для GTA 3. Поэтому я не думаю, что это лучшая идея потом перепроходить VHS-ку, даже если основные миссии только ради дополнительного уровня сложности. Это все равно нужно делать периодически. Я думаю, вы все уже устали от Vice City за последнее время. А если я буду перепроходить VHS-ку заново, просто с увеличенной сложностью в каждой миссии, то у вас просто рвотные позывы начнутся уже от этой GTA-шки, так что нужно сделать небольшой перерыв. Но, кстати, я все же хочу ответить на вопрос одного человека, как пройти самую первую миссию на группу Love Fist, когда от дома Мерседес до студий дают вместо, по-моему, двух с половиной минут всего лишь одну минуту. Братан, попробуй воспользоваться вертолетом. Вот скажите мне на чистоту, есть ли среди зрителей те личности, которым нравится проходить вот эти вертолетные курсы на Sparrow в GTA Vice City? Нет, я, конечно, не против. На самом деле это очень сильно помогает, в особенности, если ты уже забыл, как здесь управлять этими штуками. Но, понимаете, маршрут... Маршрут здесь довольно интересный, потому что задеваешь ты абсолютно каждый столб. Ну или же я такой кривой человек? Наверное, все-таки второе. Но вот этот переход, это что-то с чем-то. Между зданиями-то здесь полетать. О, прекрасно. Руки-то помнят, это самое главное. Так, ну если я располагаю действительно правильной информацией, то после последнего чекпоинта я должен что-то получить. Но пока что мне на это все равно. Итак, сейчас... Нет, мы летим пока не покупать Office Rockstar, потому что у меня не хватает денег. У меня оптимизирован маршрут на эту серию, поэтому мы летим сейчас в Sunshine Auto, кстати. Либо это доступно только с релизной версии игры, либо я что-то сделал неправильно. По-моему, я, кстати, натыкался уже на подобное в этом прохождении. Короче, в том ангаре должен был быть летательный аппарат, который дается за вертолетные курсы. Но вопрос такой. Либо я неправильно понял, что такое вертолетные курсы, но я подумал, это Sparrow, логично. Либо из-за первой версии у меня там ничего нет. Короче, я прикреплю, там должен быть Расслер. В общем, на этом Расслере можно будет спокойно полетать. Соответственно, если вы захотите. И, собственно, да, Sunshine Auto. Вот такой необычный выбор у меня. С Расслером, конечно, не особо удобно получилось. Ну ладно, куда ж деваться. Сам виноват, не дождался релизной версии. Самой последней, вернее. Так кто ж знал-то, что она вообще выйдет? Итак, значит, мы в Sunshine Auto, и впереди у меня еще 6 гонок. Да, потому что в этот раз можно будет получить дополнительный приз за прохождение всех гонок, чего не было в оригинальной GTA Vice City. Кстати, отвечу на еще один возможный вопрос, который у вас возникнет. Будешь ли ты проходить сам Sunshine Auto, то есть пригонять хотя бы первый список? Наверное, нет, потому что здесь автомобилей было добавлено очень много. Мне, конечно, писали, что часть из них просто можно найти на парковках, да, недалеко от Sunshine. Но, опять же, всех локаций я не знаю, поэтому можно будет перестраховаться и лучше выполнить условный стриптиз-клуб, наверное. Я вот, кстати, ненавижу самую первую гонку, потому что здесь очень мало чекпоинтов. Соответственно... Подожди, у меня сейчас возникло даже такое ощущение, как будто мои вот эти боты враждебные... Да, мои боты враждебные, ну, поняли. Они не проезжали через ту контрольную точку, через которую проехал я. А читы? Возможно, что выглядит очень даже странно. Как говорится, базару ноль самая отвратительная из всех, потому что очень маленькая. Один поворот пропустишь, это конец. Ну, в моем случае просто повезло, там вмазались абсолютно все, включая меня, естественно. Черт, там еще один поворот! Скотина! Я не знаю, как еще назвать. Короче, он меня застопил, но сосите. Фух, сосите сраные боты, потому что я все равно выиграл это дело с первого раза. Правда, единственное, мне теперь придется сохраняться, ехать, поскольку не хочется потом перепроходить заново такие моменты. А, здравствуйте, вы еще здесь. Но, если вам интересно, у меня идет четвертая гонка. И знаете, я проклинаю все, что могу. Нет, не то, чтобы оппоненты стали сильнее, не то, чтобы более тюнингованные авто у них стали. Да нет, скорее проблема в трафике, и она никуда не делась еще со времен оригинальной GTA Vice City. Хотя, по-моему, есть такое предположение, что в ВХС трафик здесь спавнится гораздо чаще. Воу-воу-воу-воу! Воу! Что происходит? Так, это я, пожалуй, за кадром оставлю. Все, друзья, финишная прямая. Возможно, я, конечно, выбрал действительно не самый лучший транспорт для выполнения гонок. Вернее, Vice City Endurance вот этой. А так, в принципе, посмотрим. А, чего? Юрос теперь доступен в особняке Версетти. А, окей. А, все. О, господи. Вы не представляете, что сейчас у меня происходило в голове? В общем, у меня просто не сбросилась гонка. Да, друзья, стала доступна тачка Юрос. И у меня, кстати, не хватает теперь 10 тысяч. В общем, немного я сбился со своего сценария слэш-расписания. Поэтому давайте посмотрим на награду за все гонки в Sunshine Auto. И будем двигаться дальше. А, так вот почему мне писали, типа, пройди хотя бы первый список. Тачки расположены недалеко от Sunshine Auto. Так они расположены на самой первой парковке. Вот буквально в двух сантиметрах от Sunshine Auto. Жесть. Ну, настолько я не ожидал. А вторая, кстати, половина находится буквально слева. Вот. Да, здесь все... Подожди, тут не все оставшиеся авто. Тут нет ранчера. Ранчера я не видел. А, вот же он. Недалеко, короче, я уехал здесь. Слушайте, если мой внутренний калькулятор оказался прав, то сейчас, пригнав ранчер, я выполню первый список Sunshine Auto, получу с него прибыль. И получается, у меня откроется доступ к последним двум заданиям в GTA Vice City. Да, это произошло. Да, и мне, естественно, звонит Sony Forelli. Кстати, это транспортное средство вы никогда, наверное, еще не видели. В общем, здесь за прохождение Sunshine Auto, как я понимаю, ну, ничего особо интересного нету, да? То есть, да, в следующей серии можно будет уже поехать на типографию. Итак, давайте посмотрим на Euros, получается, новую тачку. И потом купим офис Rockstar, и, в принципе, мы с вами полностью в расчете. Стой, 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 стой. Есть же еще одна штука, которую я забыл показать. Ну-ка. Найс, стреляешь, братан. Не волнуйтесь, в следующей серии только напомните. Я покажу вам еще про ограбление инкассаторских фургонов. Это, вот, теперь это точно единственная штука, которую я забыл показать. Но у меня, к сожалению, нет с собой гранат. По-моему, там надо дверь именно взрывать. То есть, если ты в нее врежешься, ни хрена не произойдет. Hello. В общем, я так понимаю, вот эта штука, она называется Euros. Выглядит она очень даже хорошо. Кстати, у нее, по-моему... Как это правильно назвать? Вот этот значок, да, сзади и спереди, взят с Deluxe, по-моему. Ну, неважно. Давайте в нее сядем. Она, кстати, какой-то потрепанный выглядит. Окей, Euros. Нихрена себе! Воу! Окей, окей. Она дает сотку буквально за 0,2 секунды. То есть... Слушай, так это логично, да. Учитывая, что тачка выдается за прохождение всех гонок, посмотрите. Все. Сотня. Сотни километров в час за 0,3... Ну, там, 0,3 секунды. Вот на таком транспортном средстве кататься в GTA Vice City одно удовольствие. И именно на нем можно спокойно отправляться закупать офис Rockstar Games. Итак, вы ждали этого, наверное, всю серию, но хорошо. Один из двух долгов, последних, это покупка офиса. На него придется вбухать пол лимона. Когда-то я работал пожарником для того, чтобы накопить эти бабки. Ну, естественно, в GTA Vice City. Вот. Поэтому... Да, давайте это сделаем. Значит, вот этот офис. Тачку оставим здесь. Она уже вся развалена. Ну, собственно, это же я. И поехали. Значит, вот этот самый офис. Ииии, дакосверимся со стоимостью. Полмиллиона. Итак, хотите ли вы купить башню Rockstar за полмиллиона? Да, черт возьми, хочу. Rockstar. Башня Rockstar куплена за полмиллиона баксов. Самая дорогая покупка в истории Vice City. Теперь эта башня будет приносить прибыль до 50 тысяч долларов в день. Не забывайте регулярно забирать выручку. Ringmaster теперь доступен в особняке Версетти на острове Starfish. На самом деле, кто-то сейчас скажет, ну, ты мог сразу тогда купить офис Rockstar и просто с полтишка потом... Ой, вода по трубам пошла. Ни хрена себе. Так вот, да, ты мог, короче, сразу купить и потом забирать прибыль и отправлять ее на будущую прибыль. Так, народ, мне все равно пришлось бы тогда копить полляма. Логично. То есть, в любом случае, работа пожарника никуда бы не отменилась и не ушла от меня. Но теперь давайте проверим, что это за тачка Ringmaster. Слушай, так у меня сейчас такой вопрос появился. А если бы я не выполнил Sunshine Auto и купил Rockstar? Челы, которые забирают прибыль и вообще позвонил бы мне Sony для триггера предпоследней миссии. Ну и стали бы челы забирать выручку, как считаете? Наверное, хороший вопрос. Так, ну давайте я найду сейчас эту тачку тогда. Долго ковылять не пришлось. Dasist, моя машина. Окей, это машина с двумя пулеметами. Я сразу говорю, Ringmaster, друзья. И сейчас у вас появится вполне резонный вопрос. Но стоило ли оно того, тратить полмиллиона на покупку всего лишь одного здания? Так давайте проверим. Мне нужно только нажать LKM. Поехали. О, да. Я считаю, однозначно стоило. И несмотря на то, что у каждого второго игрока в GTA Online подобный транспорт присутствует, я считаю, что лучше его иметь все-таки в GTA Vice City. О, да, черт возьми. Ну что ж, друзья мои, вот такая сегодня получилась 10-я, по-моему, серия прохождения GTA Vice City в VHS Edition. Я пойду сохранюсь, и впереди нас ожидает финал и концовка. Я показал вам весь контент, который мог. Больше доступно уже в последней версии, но я вначале говорил про последнюю версию, да, поэтому такие дела. С вами был Спектр. Играйте в хорошие игры, играйте с хорошими модами. Кстати, в этой версии Томми плавать не умеет. Если что, держу в курсе. Но, как бы это ни было, услышимся с вами уже через неделю. Всем хорошего дня. Не знаю, в какой день недели я этот ролик выложу. Тем не менее, ждите финал, ждите концовку. Если действительно еще что-то упустил, пишите в комментариях. Ну а так, всем удачи и пока.